здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы разберем вот этот вот свитер сначала поговорим о узоре значит узор либо вот такой вот который я сейчас вам покажу вот этот вот я вам покажу вот либо полупатентная резинка тоже хорошо подойдет либо вот еще оставлю ссылку под видео в описании еще один у меня есть я бы сказал что он довольно таки хорош и подойдет для вот этого вот свитера значит разбираем вот это первая часть разбираем вот этот узор и вторая часть сам свитер разберем кровь значит число петель по сути крат на двум но не так и так важно даже если это не будет крат на двум то 1 2 3 4 5 10 петель итак первый ряд 1 петля изнаночная 1 лицевая то есть резинка 1 на 1 2 ряд по узору то есть как лежат петли резинка 1 на 1 третий ряд 1 петля и изнаночная вторую петлю вводим спицу под петлю вот на петлю на ряд ниже вытаскиваем петельку и одеваем ее на левую спицу далее провязываем эту вытянутую петлю и основную петлю вместе лицевой изнаночная лицевую петлю снова достаем одеваем и провязываем вместе изнаночная таким вот образом вяжем все лицевые петли изнаночные петли без изменений четвертый ряд изнаночные петли ой четвертый ряд по узору то есть резинка 1 на 1 пятый ряд как третий то есть мы по сути вяжем третий и четвертый ряды вот в лицевом ряду мы достаем дополнительную петлю и провязываем изнаночный ряд даже в резинка 1 на 1 все вот это девчонки весь узор достаточно симпатичный он выглядит не как обычная полупатентная резинка а уже поинтереснее вот потому что уже надоело это полупатентная везде и всюду да вот этот узор похож но немного интереснее как выглядит здесь пока не видно здесь вот так далее далее будем разбираться с вами с самим джемпером так и так что я вижу на образце значит пряжу выбирайте как какая вам нравится понятное дело на этот джемпер не подойдет толстая пряжа любые виды ангор даже акрил тонкий 300 до 400 метров я бы сказала будут идеальны для этого джемпера так потому что узор достаточно такой объемный и за счет этого на толстых нитках он не будет красиво смотреться мало того что смотреть а он может и будет но вы как бы это изделие будет слишком тяжелым таким да что у этого джемпера не нужно значит что я вижу это широкая достаточно модель ну фотография одна поэтому не очень-то и видно вот расход пряжи 500 600 граммов по моему мнению вот ширина ширина вот допустим если у меня 100 окружность бедер то я бы на себя набрала 70 сантиметров ширину ну то есть если полуобхват у меня 50 до 100 окружность полуобхват 50 то я бы добавила 20 сантиметров в плюс то здесь 70 сантиметров высота понятное дело тут у нас вообще-то мне ничего нету все ровно потому что это оверсайз единственное что обязательно нужно делать скос скос я бы рекомендовала делать по 4 петли либо закрывать петли либо укороченными рядами по 4 петли при при этой плотности если пряжа толще то по 3 петли да ну при этой плотности при этой пряжи я бы рекомендовала 4 петли далее одновременно я бы сказала тоже что одновременно со скосом мы начинаем делать горловину закрываем центральную часть то есть делаем круглую горловину как ее делать оставлю видео под видео ссылочку на разные виды горловины и вы сделаете эту круглую горловину там есть как сделать на спинке круглую горловину кстати много способов как делать эту горловину то есть две детали полностью одинаковые делаем круглый вырез сзади впереди рукав рукав вообще я там вижу его прямоугольным не вижу я там добавлений по моему мнению он прямоугольный то есть по готовой детали вы ее складываете определяете определяете ширину рукава сколько вам вы хотите набираете эти петли вяжите рукав единственное чтобы я сделала я бы сделала небольшой окат для лучшей посадки тоже либо 3 либо 4 петли до незаконченные ряды либо закрытые ряды вот если же хотите классический рукав то опять же считаем по готовой детали низ рукава вверх рукава вот сколько петель добавление как бы наших петель либо классическим способом как вы привыкли делать в каждом четвертом ряду либо в каждом шестом это и в том случае если хотите рукав классический но в этом джемпере как раз рукав и вот это объемная большая горловина они играют дают свой свою изюминку поэтому вот так вот ровный широкий вот горловина набрано по горловине и достаточно тоже свободно не под горло а свободно вот вот такой вот где-то ширины это 25 сантиметров я бы сказала ну сложно в двойном виде 50 в окружности вот все девчонки весь джемпер сшиваем сюда рукав сшиваем боковой шок горловина у нас цель навязанная в круговую а уже если вяжете в круговую вот этот вот то есть изнаночной стороны вернее четный ряд вы просто вяжете резинку один на один каждом втором году вы выполняете этот узор это что касается этого узора если любой другой то уже там определяйте по узору чем узор 2 и видео горловина выложу под видео в описании все девчонки на сегодня все с вами была вика школа рукоделия всем пока пока